Бойцы, вернувшиеся из зоны специальной военной операции, редко просят о помощи, привыкли справляться со сложностями самостоятельно. Однако в качестве эксперимента более сотни военнослужащих все же согласились принять участие в проекте. Цель организаторов – восстановить физическое здоровье бойцов и помочь им с социализацией. Но обо всем по порядку. Начнем с материальной составляющей. Какие занятия спортом без формы и тренажеров? Только на экипировку организаторы потратили более 900 тысяч рублей, чтобы каждый боец был укомплектован всем необходимым. Получилось так, что мы смогли поставить тренажеры. Часть мы передали в Росгвардию. На них ребята сейчас занимаются. Нашими сотрудниками непосредственно это все используется по сегодняшний день. Но и в дальнейшем рассчитываю, что данный проект будет продолжен. Сменив военную форму на спортивный костюм, бойцы упорно работали над собой. Не все давалось сразу. Занятия в тренажерном зале – это не только про силу, но и про выносливость. Некоторые, когда только приходили, штангу условно поднимали 30-40 килограмм. Потом через месяц занятий уже они на 10-15 килограмм начинают больше и подходов больше, и больше раз поднимать. И соответственно веса другие. С удовольствием ходят в бассейн плавать, восстанавливаются. Решил попробовать что-то новое. Привык заниматься в своем старом зале. Появилась возможность позаниматься в новых таких хороших условиях, новые тренажеры. Все очень понравилось. С людьми общаться в любом случае нужно постоянно. Не нужно зацикливаться на каких-то там определенных вещах. То есть общение с людьми возвращает в социум. Одними тренажерами организаторы не ограничились. На выбор участникам проекта были предложены несколько видов спорта. Настольный теннис, легкая атлетика и бассейн. В цифрах за 6 месяцев реализации было проведено 61 занятие, в которых приняли участие 153 человека. Но одной физической подготовкой полной реабилитации не добиться. Восстановление – процесс комплексный. И должен включать в себя всестороннюю поддержку. В лице психологов, реабилитологов и целой команды специалистов. Мероприятия были разные – от арт-терапии до парных танцев. Такие несвойственные для себя занятия бойцы восприняли не сразу. Но стоило только попробовать, как эксперимент превратился в отдых. Проект показал – не всем участникам нужно множество активности и тренировок. А вот возможность общаться с другими людьми и вера в самого себя понадобилась абсолютно каждому. Мы помогли бойцу, который находится в Атюревском районе. Он лишился конечности, ампутированная у него. И он не мог встать никак на протез. Почему не мог? Потому что ему казалось, что он сейчас встанет и упадет. И вот такая психологическая была преграда. Мы взяли блогера Игоря Кошкина. Мы взяли специалиста из протезно-ортопедического предприятия Мордовского и выехали на место. Также провели беседу. И у нас впервые человек встал на протез и прошелся несколько раз по двору. Специализированные помощью военнослужащим, которые получили травмы различной степени тяжести, занимались в спортивном клубе «Вымпел». Результаты положительные. Помимо физического здоровья, бойцы обрели веру в себя и собственные силы. У них появился стимул не опускать руки. Факт показывает в том, что все-таки участники специальной военной операции нуждаются просто во внимании. В внимании, когда им это интересно, когда им это весело проводить время. То есть эти мероприятия пользуются большой популярностью. В том числе и родились предложения, связанные с приглашением блогеров, и бачаты, и другие мероприятия, которые мы проводили. Всего за шесть месяцев в рамках проекта было проведено 41 мероприятие. Направленное на сплочение и социализацию военнослужащих. Благодаря этому вновь обрели душевное равновесие. Более 140 бойцов. По своей практике, что могу сказать, что в наше время, когда мы проходили службу, по сравнению на таком уровне, и так масштабно, и так качественно, это не было организовано. Это все решалось на уровне договорились, руководители пошли. А сейчас это федеральная программа. То есть это очень большой такой сильный плюс, который, надеемся, дальше все-таки как-то будет продолжать развиваться и не останется вот только вот как акции единичные. Официальная реализация проекта «Мордовия своих не бросаем» завершится 31 августа. Но итоги можно подвести уже сегодня. А они говорят, что все ожидания себя оправдали. Количественные и качественные показатели, заложенные в проект, перевыполнены. Ирина Суконкина, Александр Овчинников. Народные новости.